Женится, да, после 20 лет. Как обычно, женщина чуть младше, чем муж. Да, допустим, ему 22, ей 20. А если ему 24, а ей 22, вот так. Ну, обычно так, да, муж чуть старше, чем женат. А родители должны договориться? Нет, раньше да. Раньше да. А сейчас сами выбирают, да. Вот поэтому бывает, родители не согласят, да. Но все равно они зенятся. Потом, когда внук раздает, это моего родителя, так говорят, да. Сначала не согласны, потом любят. У нас так, обычно мы забьем вместе, да. У нас один дом, все семьи. Мы забьем на дворы, дворы, который у нас, одноэтажный дом у нас. Ну, там нескольких зданий. Кухня отдельная, вот спальня отдельная. Там не только одна, а бывает две, три, да. Еще у нас маленькие здания, называется лумбунг, где мы храним рис после урозаи. А еще, ну, обычно наш двор разделен к трех частей. Как голова двора, где домашний храм. Потом тело двора, где домок у нас, где мы забьем. И ноги двора, где туалет. Еще там остается обычно свободная земля. Да, как огород получается. Где бамбук растет, бананы. Да. Но если семья большая, тогда нужно еще построить дом, когда там. Будет третья частая. Вот так вот. Мы забем место, когда семья зенит, да. Мы всегда там забьем. Если они богаты, тогда еще построят новый дом. Где третя частый. Если там не хватает, тогда покупать дом. Но если богаты. Но тут мы были обычно средние. Да, средние. Тогда же будет место, там. Только разные дома или, может быть, разная комната. Вот. Обычно у нас так. Мальтик, мы очень хотим. Потому что он будет как наследник в семье. Да. Если без Мальтика, родители, я бы знаю, не 100% довольны. Да. Они всегда думают в будущем. Кто будет дома? Кто кормит нам? Кто саботится нам? Вот так. Потому что Мальтик, он значит наш пенсии. Да. Наследник дома. Да. Это так обычно. Если в семье два дети, да, вот ребенок, который. Один Мальтик, одна девочка. Тогда Мальтик ходит дома. Девочка ушла к мужу, когда замужем. Ага. Она живет с своим мужем, с родителями мужем. А всем дома, со своим родителем, да. Жена с ним в этом месте. Вот так. А как если только одна девочка дома? Вот, как вам рассказал. Как будет, она охотиться дома с нами? Или она будет поможем, да. Если поможем. Ну, конечно. А если семья богатая, да, она красивая, тогда она легко найти там. Мальтику на улице. Первый вопрос обычно, она попросит. У тебя есть брат дома? Если она ответит, да, у меня два брата дома. Или один брат еще есть, да. Тогда можно дальше познакомиться. Ой, а что это за статуэтки такие? А, вот слева от ваших, они продаются здесь все для садов. Типа фонтаны, статуи. Для садов, для украсения статуи. Вручную кладь приобрести. Да, из бетона. Они тоже, я бы знаю, с насосом. Они вообще хорошие, красивые, светят такие, красивые очень. Люди на Бали очень талантливые. У нас вот эти. Ну, просто у нас мало времени. Это вот там их производят, да? Деревня Мастеров, где резьба по дереву дедут. Видите, тут их делают, походу. Изделие сребра. Да, тут их делают. Картина. А потом продают, очень красивые всякие. Много разные там, да. Ну, следующий раз, если у вас тоже свободное время, хотите поехать туда, можно отдельно. У нас вообще к вам дела не вернулось. Заказать, да, Терес? Или, или, алина. Ой, какие цветы, смотрите. Красота. Вот цветок здесь, цветы распроводят. Какая Буганвиль. Как? Буганвиль. Ого. Ой, вон еще статуэтки продают. Да, вот они сами выбирают обычно жену. Они познакомиться обычно в школе или на работу. Да, на работу. После 20 лет. Раньше было очень рано в зенице. 17 лет.